так 1 2 3 1 2 3 всем добрый вечер всем добрый вечер мы будем потихоньку начинать ждем пару минут и будем приглашать виктора слышно окей тогда я приглашаю нашего гостя приглашаю нашего гостя и мы стартуем николай здравствуйте добрый вечер виктор рад видеть я вас тоже спасибо что пригласили да спасибо и вам что согласились во первых время специалистов вашего уровня особенно цена плюс насколько я знаю вы в отпуске поэтому вам двукратная благодарность за то что выкроили для нас часик ждем буквально пару минут пока люди собираются я в двух словах оглашу регламент дорогие друзья всем спасибо что вы присоединились к нам спасибо еще раз виктору у нас сегодня как и в предыдущих выпусках формат живого общения то есть для тех кто не в курсе к сожалению или к счастью это не формат вебинар вы сможете задать в конце несколько вопросов виктору я сразу хочу сказать давайте уважать в первую очередь нашего гостя то есть старать старайтесь максимально лаконично максимально по теме вопросы то есть не переводить это формат вебинара то есть уважайте в первую очередь гости во вторую очередь уважайте себя то есть мы все взрослые люди поэтому в конце мы выделим буквально 10 минуток чтобы чтобы виктор ответил на вопросы которые будут поступать чат и комментарии мы не закрываем просьба не не засорять их скажем так не но не нужными ненужными вопросами ненужными разговорами так у меня виктор завис виктора не видно да ребята я в курсе сейчас мы будем это исправлять сейчас я отправляю интернет-дрона виктору с персональным вай-фаем так все на месте люди уже убежали за корвалован ну что меня видно да ребят кто нас смотрит поставьте пожалуйста плюсики комментарии кого видно кого слышно кого не видно кого не слышно да вроде я так понимаю если мы друг друга слышим видим то скорее всего и другие в принципе да если кто-то не видит не жалуйтесь мы друг друга видим я шучу конечно же я шучу конечно же так пишут что все супер все видно все слышно хорошо и так на дворе у нас 20 00 будем потихоньку начинать для тех для тех кто только к нам присоединился те кто не в курсе потому что люди спрашивают какая тема тема нашей сегодняшней беседы это тема адгезий если я не ошибаюсь да все верно да все верно хорошо есть определенный есть определенный пласт вопросов которые подготовили ребята которые очень часто задаваемые вопросы и я бы хотел начать с первого вопроса который очень сильно интересует молодых ребят вопрос касается пост оперативной чувствительности я как человек занимающийся эндодонтией к сожалению или к счастью с этим дело не имею то есть ко мне люди попадают уже обечувственные но очень много вопросов поступило то есть после нашего анонса нашего эфира очень много вопросов поступило от молодых ребят чтобы вы по возможности затронули эту тему то есть пост оперативной чувствительность после проведения прямой реставрации но это комплексный вопрос на него едва ли можно ответить там несколькими предложениями в принципе все наши манипуляции начиная от ранних этапов препарационной подготовки затем последующий этап уже непосредственно адгезийной подготовки затем сама реставрация они должны быть выполнены корректно если ошибки будут допущены некоторые на каждом из них на любом из них то это может в итоге привести к проявлению операционной чувствительности среди ну наиболее таких наверное вероятных допускаемых даже опытом иногда докторами могу предположить наверное все таки пересушивание дентина или не не умелое его не умелое обращение с дентином после протравливания когда используется система тотального отравления особенно если это четвертое поколение там наверное легко ну легче по крайней мере чем с пятым и тем более чем с самотравлами легче допустить дегидратацию дентина воздух вот именно пересушивание его воздухом пожалуй может привести к чему-то подобному и здесь ну как мне кажется хорошим способом это предупредить является использование спиртового протокола потому что он позволяет нам фактически минимизировать необходимость каких-то мероприятий по активному воздействию воздуха на полость после протравливания то есть нам можно по минимуму убирать излишки воды оставляя довольно приличные лужи образно выражаясь в полости после протравливания и смывания протравки перед нанесением спирта то есть там спирт можно наносить прямо в приличное количество воды в полости то есть ее там чем-то сушить не надо сильно агрессивно там достаточно лишнее ну как обычно я беру слюноотсос работающий так короткими вылазками убираю излишки воды но так чтобы какое-то там количество ее оставалось и прям вот в эту кучу воды выливается куча спирта который также аккуратно эвакуируется обратным током воздуха слюноотсосом работающим где-нибудь там подаль от зуба так чтобы не сильно рядом потому что спирт быстрее испаряется но просто проконтролировать влажность дентина на этапе удаления излишков воды и потом на этапе удаления излишков спирта гораздо легче чем если работать в протоколе водным стандартным без использования спирта ну и соответственно потом когда мы регулируем уровень влажности после аппликации спирта но так на всякий случай упомяну что его экспозиция желательно чтобы было бы в районе секунд 30 может даже ближе к минуте но как минимум может секунд 30 держать его стоит зависит в определенной степени от продолжительности травления дентина до этого чем дольше травим дентина тем дольше спирт должен находиться на поверхности там больше гидрогеля будет так вот мы же потом наносим адгезив в спиртовой спиртовой вариации бондингового протокола прямо в спирт и опять же допуск спирта его количество при котором все процессы молекулярного усвоения поверхностью будут проходить нормально он достаточно приличный все опять же там можно наносить адгезив прямо ну вот в такую плюс минус лужу спирта не так чтобы там конечно совсем вся полость за краем была заполнена ну вот если первый класс взять но четверть там может быть 1 5 объема этой полости может быть заполнена спиртом да и мы прямо в него наносим адгезив несколько порций то есть проконтролировать уровень влажности дентина легче спиртовом протоколе сниженные возможности и более скромные допуски уровня увлажненности спирта в обычном протоколе они приводят иногда к ошибкам и ну и соответственно после оперативной чувствительности второе на чтобы я мог обратить внимание это скорее всего недостаточная сушка адгезива его высушивание особенно это касается в пятого поколения кизилов шестого и в особенности седьмого то есть пятого и седьмого поколений это касается в первую очередь это адгезивные системы которые являются такой комбинированной структурой гибридной смесью из гидрофильного гидрофобного мономера гидрофильного причем там очень много и нам по идее высушивая поверхность ткани зуба после нанесения адгезива надо гидрофильную часть мономер праймера убрать полностью ну или почти полностью конечно возьму невозможно но почти полностью насколько это возможно убрать всю воду убрать там остатки спирта убрать этот мономер так чтобы в итоге гибридная зона по большому счету была представлена в основном молекулами метакрилата ну в четвертом поколении это второй бутылок хроническое недосушивание адгезивной системы докторами может приводить к тому что гибридный слой после его затверждения уже когда на эти вот так вот его подсушили маленькими несколькими короткими дуновениями из пустера это конечно недостаточно особенно для пятого поколения да в общем то ни для какого другого недостаточно и так получается что итоговые гибридный слой он представлен по большей части гидрофильным мономером этот мономер сам по себе не способен выстраивать полноценной полимерной цепочки в том месте где гидрофильный праймер вот бифункциональная молекула гидрофильного праймера первого бутылька там где она включается в полимерную цепь растущего метакрилата цепь обрывается и дальше не растет то есть очень короткие в итоге цепочки и ну несколько фрагментарный состав фрагментированный состав гибридного слоя получается после вот такой короткой сушки и отверждения причем по большей части но процентов может быть на 70 в зависимости от того конечно как плохо мы сушили он состоит из гидрофильного мономера где-то он включен в полимерной цепочке где-то и не включен и лежит просто отделившись фазой от уже сплоченного собранного в полимерной цепочке гидрофобной части вот именно молеку 2 бутылька молеку метакрилата гидрофильный мономер он проницаем для жидкости если работать проводить адгезивную подготовку витального зуба то у нас дентильная канация находится под давлением дентильной жидкости и получается после короткого высушивания непродолжительного адгезива пятого поколения или седьмого поколения а мы получаем гидро ну гибридный слой которые по большей части состоит из гидрофильного мономера то есть полупроницаем для жидкости он не очень прочный потому что состоит из очень коротких цепочек и он еще же ну это же в целом метакрилатная структура цепочки формируют метакрилат он ингибируется кислородом довольно сильно то есть у ненаполненных систем глубина ингибируем кислородом слоя может достигать там 20 22 целых девяти десятых микрон это огромное значение то есть он по большей части ингибируем кислородом то есть представьте что мы получаем в итоге после вот такого непродолжительного высушивания адгезивов пятого и седьмого поколения в особенности конечно речь о них тонкий состоящий из гидрофильного мономера гибридный слой сам по себе малопрочный да еще ингибируем кислородом но по большей части своей глубины и стоит такой гибридный слой оставить непокрытым композитом хотя бы не продолжительное время дентильная жидкость вообще без всякого сопротивления практически его преодолевает и происходит формирование эффекта пузырьков но многим известно микрофотографии многие об этом слышали то есть просто жидкость выходит из канальцы она вот как пузыречек сколько успела ее выйти наружу через гибридный слой сок и остается потом сверху уже накладывается слои композита то что было ингибировано кислородом она получает свободные радикалы от нанесенного композита и тоже полимеризуется но там уже вот эти вот полости с водой когда потом вся реставрация заканчивается мы ее делаем там все слои наложили подогнали по прикусу убрали излишки отшлифовали отполировали человек начинает им пользоваться и как вам всем прекрасно известно жевательный зуб очень серьезные нагрузки начинает на себя испытывать если это жевательный зуб то же самое в принципе может и с фронтального быть эти динамические нагрузки приводят на микро уровне к деформированию определенному микро деформированию композитной реставрации зуб у нас определенным образом деформируется на микро уровне но едва ли это можно как-то увидеть это безусловно очень небольшие значения деформации потому что речь идет о твердых структурах но деформация то есть а там у нас полости с водой и когда информация происходит сильнее в моменты более активного выживательного давления больше давления на эти пузыри вызывает просто вот эффект насоса такую осмотическую травму хроническую и это может явиться причиной после оперативной чувствительности тоже довольно распространено и безусловно рекомендация которая должна из этого всего вытекать любые адгезивы надо сушить очень долго долго его не час конечно сидеть струячить воздуха но но хотя бы секунд двадцать-тридцать мощной струей чистого воздуха в упор конечно обдаваться должны а в случае работы с ней наполненными адгезивными системами пятого поколения и седьмого поколения самотравами надо сразу делать сополимеризацию стекучек тогда мы в принципе решим проблему ингибирование кислородом всего гибридного слоя но там он по большому счету то есть он он в хорошем случае может и там до 60 микрон доходить теги но ингибирование кислородом до 20 микрон при этом если мы не очень там правильно все делали то он будет не очень глубокий если это склерозированно дентинол в целом весь может быть 20 микрон может быть даже меньше то есть он ингибируется кислородом полностью как он такой супер например таких проблем нет потому что есть отдельное нанесение гидрофобного гидрофобной смолы в отдельный этап потому что праймер мы в промежутке высушиваем и достаточно хорошо потому что он там один хорошо высушивается всегда когда какая-то суспензия какая-то смесь одного с другим высушивание происходит тяжелее и потом гибридный слой ну вы наверно работали с фл и многие наши коллеги работали знают что это такое это такая вот тягучая как сгущенное молоко такая желтая такая штука жирненькая и после этого фл не хочется ничем другим работать и на самом деле круто потому что он очень наполнен он дает очень большую часть вот супер коневую часть гибридного слоя она там где-то на верхушке ингибируется кислородом но совсем незначительно и такие проблем в принципе не бывает с фл там даже если его маленько не досушить с шестым поколением то есть самотраву у которых отдельно праймер самопротравливающие отдельно смола такая же примерно как у оптибонда фл такое тоже бывает редко тоже довольно крупный прочный гибридный слой с ингибированием кислорода самым незначительным клинически почти не на чем не сказывается но в случае пятого поколения случае седьмого поколения это распространено а у нас коллеги увы в большинстве своем все-таки ну находясь на базовом уровне так скажем подготовленности в плане выполнение англезивного протокола и вот информированности о нюансах используют все-таки пятое поколение седьмого поколения но проще если вы не против я буду и маленько попивать венчик я я только за я к сожалению буду облизаться супер как по мне это супер развернутый ответ вопрос николай извините я закончить тему можно тем что но все-таки иногда пост оперативная чувствительность из-за нарушения процедуры англезивного протокола путается с чувствительностью точечной из-за гиперокклюзии гиперокклюзионные точки не убраны они могут быть в центральной окклюзии не мешать или там в привычной окклюзии пациента но при динамике какие-то участки композитных реставраций желательно зуба гребни они могут попадать под сильную раздачу точечную с точки зрения давления оказываться ну то есть если морфологи формируются неправильно и там где должна быть фиссура ставят вот скажем кристотрансвер зайдет по шестому зубу это ребята очень часто любят у дистально-немного бугра гребни положить прямо на нее просто закрывается вот таким вот поперек идущим гребни объемом которого там быть не должно там должна быть траншея для циркуляции зуба антагонисты пикпоинта если этого не делается ну там конечно можно сделать так чтобы и в целом мешало но бывает так что мешается именно в динамике при латератрузии латератрузию при медиатрузии простите у нас кристо работает в основном при медиатрузии то есть это на нерабочей стороне смещение в бок и постоянно хронически получая там удары то есть идет челюсть она должна идти просто горизонтально смещается она там бунс бунс потому что вот на этом гиперокклюзионном объеме постоянно пикпоинт антагониста бьет туда и получается тоже чувствительность ее путают на то есть она даже проявляет себя также как после оперативное из-за несостоятельного адгезивного протокола с этим понятно надо следить виктор рассказывая только что вы очень часто упоминали о слое ингибированным кислородом да отсюда вопрос таков если мы говорим например о финишной полировки реставрации на поверхности которой у нас есть слой ингибируемого кислорода и когда мы начинаем полировать то вся наша полировка клеится к этой реставрации а она имеется ввиду да 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 и отсюда у ребят вопрос как лучше всего это убрать уже на этапе когда реставрация готова я обладаю исчерпывающей доказательной составляющей целым целым комплексом которые я специально собрал для этого вопроса с разных источников и в том числе из первоисточников пообщаясь с паскалем бани собрал информацию о том что прием удаление ингибированного слоя путем такого финального отверждения реставрации через слой глицерины он в принципе не может привести к отверждению ингибированного кислородом слоя лишь в том случае если мы работаем с моно порции моделируем из одной порции и она вся мягкая или например работаем в методике штампа положили композит на поверхность был фиссурный кариес до этого до того как от препарировать мы сняли ключ из чего-нибудь твердого там жидким композитом еще что-нибудь а препарировали там адгезинная подготовка все дела большой слой неполимеризованного композита на него тефлоновую ленту через нее продавливаем ключом ну вот она так в общем обычно делается я просто напоминаю потом мы снимаем аккуратненько тефлоновую ленту и вот то есть два случая либо сразу мы работаем в таком свободном моделировании из одной большой порции либо по ключу у нас большущая порция вся мягкая вот если мы ее чуть-чуть буквально секундочку другую заполимеризуем коротенько раз и лампу уберем дальше глицерин и уже там сорокет 50 секунд сколько там нам надо финально чтобы все прополимеризовалось светим через глицерин вот тогда ингибированного слоя не будет во всех остальных случаях если мы работаем по гребнева то есть если у нас порции внешностные отсвечиваются долго 5 секунд больше а мы же любим по 10 по 15 в этом ничего плохого нет я тоже еще 10 по разному к всем там есть секунд финальный мы любим раз там 30 40 секунд очень добить и продолжительная полимеризация приводит тому что в ингибированном слое все инициаторы которые содержатся но чаще всего комфорхинон хотя бывают другие там альфа-никетон и аббревиатура химическая они обычно комбинации используются то есть они облучаются светом разрушается на свободные радикалы это этот слой через него проник кислород потому кислород этот постоянно присутствует свободные радикалы высвободившиеся они начинают взаимодействовать кислородом долго живущие свободные радикалы они превращаются в пероксидные радикалы они не взаимодействуют с метакрилатом а коротко живущие радикалы они это происходит химической это как типа диссоциация но как под воздействием кислоты они разрушаются на составляющие одного и другого взаимодействующего вещества. То есть на самом деле само название ингибированный кислородом слой, оно не совсем корректно. Ингибированный означает обратимо угниченный замедленный. А это необратимая штука. То есть если мы ее светим долго, она необратимая. Ингибированный кислородом слой может стать твердым после 5 секунд отверждения нормальной мощности лампы, только если будет еще следующий слой композии. Получая свободные радикалы из него. Интердиффузия происходит. Если следующего слоя не будет, никакой глицерин нам не поможет. Можно только механически убрать. То есть взять либо, ну я широко это демонстрирую там вот в своих видео на ютубе, в разных вебинарах и так далее. Просто берем нейлоновую щетку, самую дешманскую. Пасту детератрин или там любую другую гигиеническую пасту профессиональную среднего уровня образенности. И до того, как мы сняли кефердар, желательно, до того, как мы начали работать с этими борами, шлифовочными инструментами и прочее. То есть до того, как вот эти ошметки от изнашиваемого вращающегося инструмента, как вы справедливо заметили, склеятся с этим ингибируемым словом. Вот в этом случае их уже оттуда никогда не достать. Ну, вернее, очень сложно. Там можно ковырять, там, зондом, спиртом вымывать. Ничего не помогает. То есть это надо сделать до каких-то других процедур, связанных с редукцией, с использованием вращающегося инструмента. То есть берем щетку, пасту и прям хорошо проходимся по поверхности. Эта щетка прекрасно зайдет во все фиссуры, там все уберет. Либо можно взять Airflow, но не с бикарбонатом натрия, а с глицином. То есть не с содой, а с глицином. Причем глицина сферически не жесткий, достаточно податливый наполнитель. Композиту практически не вредит. Но чтобы вообще минимизировать его там какой-то, возможно, вред поверхностный, какую-то его абразивную активность, прям по минимуму его добавляем в контейнер. То есть вот, скажем, там, процентов 10, 15, 20 от общего объема контейнера аппарата Airflow. Засыпаем туда глицин и спокойно, то есть мощный поток воды и какие-то короткие включения песка. Таким образом мы тоже можем убрать ингибируемый слой. Вот два способа. Глицин не работает. Не работает в принципе. Только я описал две ситуации, когда он работает. Хорошо, с этим понятно. Виктор, у меня вопрос больше, немножечко такой смежный. Вот не так давно вы в Инстаграме выставляли случай, когда у пациентки произошел скол. Могу в чем-то ошибиться, но в целом суть такова, что у пациентки произошел скол керамической накладки, ее убрали, был образован дентинный мостик, и вы пошли на прямую реставрацию. Да. Скажите, пожалуйста, вот в таких случаях, когда, например, вот у нас периодически бывает в клинике, когда реставратор хочет сделать прямую реставрацию, но он сомневается, вдруг произойдет травматическое вскрытие. Я, к примеру, вычищаю весь кариес и вижу, что здесь не идет речь об эндодонте, то есть пульпа отградилась от нашего вмешательства, и дальше зуб возвращается на прямую реставрацию. Будут ли какие-то корректировки по адгезиновому протоколу в таких случаях у вас? Особо усердно не песочить дентиномостик. То есть я даже стараюсь его... Ну, я всегда песочу, но, наверное, это известно нашим коллегам, которые нас сейчас смотрят. Песок все-таки достаточно абразивен, это же оксид алюминия, и чтобы все-таки не привести к повторному вскрытию, я обычно в самом каком-нибудь стандартном адгезивном протоколе, ну, типа, просто протравил чуть-чуть, там, 5 секундочек, смыл протравку, могу даже спирт не лить, хотя можно и со спиртом, там как кому удобнее. Там четвертое поколение, текучим закрыли эту часть, ну, тот фрагмент, он обычно даже по цвету себя хорошо определяет, заместительного дентина. Закрыли текучим, увеличили толщину, обезопасили с точки зрения последующих, вот, уже редуцирующих активности песка, еще чего-нибудь, и дальше песочек спокойно. Вот только, вот, одна корректировка, а так, все то же самое. Собственно, мы и дожидаемся момента формирования заместительного дентина, в том числе для того, чтобы безкомпромиссно адгезивно протокол провести. Что-то оборвалось, скажите что-то, связь оборвалась. Алло, как меня слышно, ребята? У меня опять проблемы. Алло, алло. Алло, Гайс, как? Я вас... Да, да, что-то рывками, связь, давайте чуть-чуть подождем. Да, давайте подождем. Есть. Есть, слышите меня нормально? Да, слышу, слышу отлично, вижу, вижу чуть хуже, но вижу. Ребята пишут, что все окей. Хорошо, идем дальше. Виктор, следующий вопрос. Вопрос касается, попробую правильно его сформулировать, вопрос касается касательно адгезивной подготовки к старой реставрации и дентину. То есть, к примеру, ситуация, когда мы поработали, сделали прямую реставрацию, и нам нужно в последующем сделать какую-то коррекцию этой реставрации. Мы ее пришлифовали, и у нас есть обнаженный дентин и наша старая реставрация. Ну, она еще не совсем старая, но наша реставрация. И мы хотим что-то подкорректировать. Как лучше тогда в плане адгезивной подготовки в таком случае работать? Ну, то есть, это такое ситуация сочетанных поверхностей, можно даже ее еще усложнить, добавить эмаль. Вот есть эмаль, дентин и реставрация, ну, композит. Чтобы все это бескомпромиссно обработать, легко на самом деле. Просто стоит исходить из того обстоятельства, что не каждое химическое соединение, вещество, субстрат может взаимодействовать с чем угодно. А именно, он может взаимодействовать только с тем, с чем может взаимодействовать. А с чем не может, он взаимодействовать не будет. Ну, вот скажем, если ортофосфольную кислоту положить на композит, ничего происходить не будет. Там ей, в композите, нечего травить. И она просто полежит такая, мы потом ее смоем, она такая, ну, типа, ну, ладно, и все, и ничего не будет, никаких реакций там не будет. И то же самое справедливо по большей части для многих другого. Здесь, конечно, нужно будет вооружиться четвертым поколением. Только с ним можно будет нормально провести эту обработку и необходимо будет работать с спиртовым протоколом. Вот если эти два обстоятельства принять, то протокол, который позволит бескомпромиссно хорошо обработать все три поверхности, будет простой. И вот, собственно, как он выглядит. Все песочен. И дентин, и композит, и эмаль. Композиту это необходимо, потому что это один из факторов, который формирует прочную связь на композите. Мы увеличиваем площадь поверхности, причем площадь поверхности формируется таким образом, что в основном она представлена неубранным наполнителем, неубранным песком наполнителем. То есть это кремний, к кремнию мы можем приклеиться прочно. Дентину никак не вредит. И эмали, ну, обычно даже это идет на пользу. Если там есть где-то опризматрическая эмаль, то мы ее уберем. Затем все травим, ну, вернее, наносим протравку ортофосфорную на эмаль дентин. Она нужна для эмали и для дентина. Но в случае композита она абсолютно инертва. Она на композите просто полежит. Травим эмаль, дентин. Конечно, ортофосфорная кислота попадает и на композит, но ничего страшного. Смываем. Где-то там подаль убираем излишки воды с льноотсоса. Слегка поверхность у нас после смывания протравки увлажнена водой. Все три поверхности. Выливаем спирт потом на все это дело. спирт нам нужен для дентина. Там он приводит целому ряду благоприятных преобразований. Удаляет гидрогель, удаляет гликозами на гликаны, убирает воду из самих коллагеновых волокон. При этом они не спадаются, потому что спирт тоже жидкость. Спирт нам нужен для композита. Он нужен для композита после песка ну так плюс-минус не очень остро конечно, но иногда в некоторых ситуациях при определенных углах пескоструйной обработки вот если под сильным углом поверхности поставить пескоструйный аппарат и если песка будет подаваться много с большим количеством жидкости еще, то может сформироваться смазанный слой на композит. Его можно убрать спирт. Он не всегда формируется при пескоструйной обработке но кое-где может сформироваться поэтому будет при обработке спиртом мы будем убивать двух зайцев то есть на дентине будем приводить к благоприятным изменениям и на композите композит при этом желательно тереть параллельно механически каким-нибудь брашкам или кистью то есть в одной руке держим шприц эндодонтический с эндоиглой с 96% спиртян поливаем а в другой руке брашка и трем композит то есть там желательно еще механическую обработку присылку пись такая химика механическая обработка убираем излишки где-то поды работающим цивноотсосом по итогу обработки спирта с поверхности все три увлажнены слегка в спирт потом берем праймер четвертого поколения первый бутылок наносим на дентин мы не можем взять пятое поколение ну а самотрава здесь речь не идет мы не можем взять пятое поколение потому что в пятом поколении уже содержится смола метакрилат если мы нанесем на дентин эта смола конечно попадет на композит но на композите она может склеиться только с кремной а с кремнием она сможет склеиться только если там будет еще промежуточное звено сила без сила с кремнием мы не можем клеиться вообще то есть тут как раз нужно отдельное нанесение четвертого бутылька наносим на дентин Конечно, праймер будет попадать на эмаль, праймер будет попадать на композит, но там ему не с чем взаимодействовать. Бифункциональные молекулы праймера первого бутылька четвертого поколения, они предназначены, разработаны, созданы для работы именно на дентине, на важных его структурах органических, полных биологических жидкостей, гелий всяких органических и так далее. На эмали он полежит и потом уйдет во время сушки. И на композите то же самое. Наносим, значит праймер, на дентин. Желательно тоже тереть. Потом сушим. Сушим долго. Прям сушим, чтобы сформировалось такое ощущение, как будто бы мы вообще все с поверхности удалили. Потом берем селан. Любой активированный селан, то есть если это двухбутылочная система, его надо активировать, смешав первый бутылок со вторым. Если это однобутылочная система, ну как селан, параллель с пятым поколением метакрилатных адгезиновых систем. Он уже предактивированный, его там смешивать не надо. То есть главное, чтобы сроки были нормальные. Капнули на брашек, наносим на композит. Конечно попадет на дентин. На дентине особо не с чем взаимодействовать. Единственное, что может маленько там, ну не самым благоприятным образом казаться, это растворитель в селане. Но его много наносить не нужно. Капнули на брашек какое-то такое среднее совсем количество, чтобы он даже несколько полусухой был. И покрыли композит селан. Дали ему высохнуть самогут. После этого берем второй бутылек FN, смола, и наносим на все. И на композит, и на дентин, и на эмаль. Он всему этому нужен. Раздуваем воздухом, полимеризуем. Все, все бескомпромиссно подготовлено. То есть еще раз, давайте, ребята, кто потерял там нить. Песочем, все. Травим. Эмаль, дентин. Смываем протравку. Не высушиваем поверхность, она должна быть слегка увлажнена. Поливаем спиртом. Спиртом поливаем 30 секунд. Композит при этом механически, берем брашку. Убрали излишки спирта, поверхность слегка увлажнена в спирте. Потом берем первый бутылек четвертого поколения, наносим на дентин. Нанесли, продули. Потом берем села, наносим на композит. Аккуратненько нанесли, без излишков. Дали высохнуть самогут. И потом смолу, второй бутылек четвертого поколения, но и фель, например. Не всякое четвертое поколение, двухбутылочное. Наносим на все, на все три поверхности. И будет нам счастье. Кстати, вот вам фишулечка. Многие почему-то упускают, заморачиваясь с адгезинным протоколом это из виду. Когда ортопеды фиксируют непрямые конструкции, на культи, обточенные, восстановленные коровским композитом, ну так или иначе каким-то композитом. То есть там идет какая-то часть сферы, идет ткани зуба, а потом идет композит. Как правило, этот композит не силонизируется. Он песочится, но не силонизируется. Очень зря теряете процентов 50 связки на этом композите. Надо силонизировать композит в кладке перед адгезинной подготовкой. Виктор, был только что рывок связи, возможно нас не услышат. Еще раз, нужно силонизировать культю перед ортопедической подготовкой. Да, перед фиксацией окончательной конструкции. Хорошо, спасибо за ответ. Вы много говорите о спирте. Есть вопрос от зрителей, что касается хлорексидина. Используете ли его? Спирт в контексте адгезина. В спирте я разбираюсь, ребята, можете мне поверить. Ну, использование хлорексидина, да, это было мощной такой вот волной. И в исследовательском плане, то есть очень часто предметом своего исследовательского интереса выбирали многие мировые, ну, такие вот стоматологи, дефис-ученые. Особенности воздействия хлорексидина на дентин после его протравления, на протеолитические ферменты, на метаклелаты, на метаклелаты, простите, на матриксные металлопротеолитации второго типа, на цистеинкотепсины. И действительно хлорексидин способен ингибировать их активность на определенном промежутке времени. Но то же самое может делать спирт. Я хлорексидин уже много лет не пользуюсь. Он действительно эффективен. Еще раз прошу прощения, не пользуйтесь. Не пользуюсь хлорексидином много лет. Не пользуюсь им, потому что спирт может делать то же самое. То есть спирт удаляет в водную среду. У нас любые ферменты человеческого организма способны к своей химической активности, к какому-то катализированию и способны быть реактивно, иметь реактивную возможность химическую только в водной среде. А спиртом мы эту водную среду убираем в значительной степени. И они, по сути дела, не могут там работать. Они там остаются, но выделяются, продолжают выделяться из коллагена, но им там нечего разрушать. Вернее, они не могут это сделать, потому что воды нет. То есть мы их душим, формируя для них неблагоприятные обстоятельства с точки зрения среды. Хорошо. Так, дорогие друзья, я, как и обещал, у нас эфир потихонечку подходит к концу. И мы, как и обещали, мы обещали в конце оставить минут 10-15 на вопросы. Да, обязательно, эфир сохраним по-братски, по-любовному. Да, обязательно, и по-сестрински, и по-братски, и по-всякому сохраним. Дорогие друзья, те, кто написал вопросы, пожалуйста, в начале эфира я сказал, что обязательно мы дадим возможность зачитать вопросы, но, пожалуйста, пишите их сейчас. Я не буду возвращаться в начало. Давайте не тратить время, чтобы не было катаваси. У кого есть вопросы, напишите их сейчас, и мы обсудим их с Виктором, чтобы не было бардака. Не самому читайте, Николай, или вы? Не, я зачитаю, я зачитаю. Отдыхайте. Итак, Виктор, назовите, пожалуйста, самые частые ошибки при возникновении осложнения после лечения глубокого кариеса. Ошибки при возникновении... Какие части всего возникают? Их миллиард. Их миллиард, да. Там можно и перепрепарировать, и перегреть на этапе препарирования, и потом песком навредить, и адгезивно не так подготовить, и потом полимеризовать композит, тоже можно неправильно оторвать его нахрен от поверхности. Там много чего может произойти. Очень широкий вопрос, на самом деле. Да, бездонный даже. Хорошо, следующий вопрос. Если клеимся только к эмали, эмали нужен праймер или только смола? Только смола. Только смола. Окей. Спрашивает адгезивный протокол композит амальгама. Такого не существует. Ну, вы можете чуть-чуть его, ну, сцепление какое-то там стимулировать, пропесочек, амальгаму, ну и всё. А вообще, её лучше, наверное, полностью убрать, если уж речь идёт о том, что вот она убирается. Зачем оставлять её кусок? Силан нужен, если не фиксируем к пломбе, а только к тканям зуба? Нет, как раз силан нужен, если мы фиксируем непрямую конструкцию к культе, которая частично восстановлена композитом. Если там есть, везде, где есть на поверхности композит, и мы композиту к этому будем клеиться, там, на этом композите, должен быть силан перед смолой. Хорошо. Виктор, вопрос. Можно ли попасть к вам в ученики на месяц? Так вопрос никто не ставил. Ну, в принципе, напишите в директ, обсудим. Хотя вряд ли это прям так уж возможно. Хорошо. Я просто не практикую такие вещи. Виктор, что скажете по поводу адгезивных систем с MDP и другими мономерами, в частности, восьмое поколение? MDP, я, честно, не знаю, что это такое. Но, наверное, одна из вариаций метакрилата, могу предположить. Или одно из маркетинговых названий какой-то уникальной штуки в составе, которая позволяет всё делать на блестящем высоком уровне. Восьмое поколение, вот сейчас целый ряд производителей начал называть свои адгезивы восьмым поколением. Хотя, по сути дела, истинным восьмым поколением они не являются. Это самотравы, которые подаются с рекомендацией использовать их в том числе и в методике тотального отравления. Это просто самотравы. Такие адгезивы есть у Дэнсплай, Сирона, возможно, ещё у кого-то есть наверняка. То есть, это просто-напросто седьмое поколение, к которому ещё идёт и идёт такая гиперболизированная с маркетинговой точки зрения рекомендация использовать, ну, если хотите, ещё и с самотравом. Это, конечно, будет плохо, потому что вы будете жёстко закислять Дентин, и продолжительность, долговременность адгезии на нём будет очень незначительная. Истинное восьмое поколение, их было всего два. Два представителя восьмого поколения. Это Сюрпас, он сейчас есть от компании Apex Dental, для Apex Dent, и ещё Ультрадент. В какое-то время, в каком-то промежутке времени выпускали, потом перестали выпускать. Восьмое поколение. Трёхбутылочные системы с очень капризным протоколом, с очень серьёзными отклонениями от нормальных показателей сцепления, если этот протокол нарушается хоть как-то. Вот яркий пример Сюрпас. У него вообще там какие-то совершенно другие особенности поверхностного взаимодействия работы, но он настолько сложный в использовании, он дорог и непонятен, что он просто не сыскал популярности. Ну, какие-то сверхзамороченные ребята, типа Алексея Сазонова или Костя Кастуры, они, возможно, это и делают. Ну, и то не всегда. Абсолютно решены все вопросы с точки зрения деградации гибридного слоя на классических адвесивных системах. С помощью спиртового протокола мы можем это делать. В общем-то, больше ничего не надо. То есть это тот максимум, который мы можем получить. Там уже будет идти скорее вопрос о том, что у вас композиция. Композитная надстройка придёт в негодность, её надо будет уже как-то корректировать. А гибридный слой будет держать. Принято. Виктор, вопрос. Как минимизировать возникновение пор в композите во время моделировки? Да, вот, кстати, хорошо подмечено, что во время моделировки, потому что большая часть пор в композите образуется, когда мы... То есть она не из шприца сразу, порция такая вся в порах. Эти поры образуются, пока мы с композитом работаем, пока мы его моделируем, пока мы его адаптируем к поверхности. Здесь, прежде всего, у композита должна быть определённая консистенция, правильная. Вот, например, у свеженькой хорошей Астерии консистенция прекрасная и пор там возникает мало. Если взять такие композиты, как Энамо Плюс, разные оттенки, или, чем тоже в последнее время отличается Эстет Икс, тягучие, липкие, слишком мягкие. Это приводит к формированию... Вот эта вот избыточная мягкость и липкость, более жидкие они такие, приводит к возникновению большого количества пор. Яркий пример, оттенок ОБН от Энамо Плюс. там прям сложно побороть поры, работая с порцией. Это прям надо уметь делать. Поэтому слишком сильное отклонение в сторону большей текучести и липкости, это плохо. Слишком большое отклонение в сторону большей плотности, тоже плохо. Вот, например, если взять ту же самую Астерию, в тот момент, когда она, вот, оставшись там четвертью, в шприце, начинает уже как-то сама, знаете, твердеть. Есть такая болезнь. То есть она застывает прямо в шприце, становится очень плотной, ломкой. Такой же, почти такой же консистенции обладает сил, как Ultimate, исходно. Он очень супер плотный. И тоже большое количество пор. Адаптируя порцию, она может там внутри ломаться, смещаясь, распределяясь по поверхности, получатся такие плоскостные, щели, дефис, поры. То есть, желательно все-таки довести композит до нормальной консистенции. Ну, то есть, если это плотно, композит его греть может. Я грею все композиты нормальные, ну, регулярные, не текучие. Кроме ОБН. ОБН, если его разогреть, то будет вообще беда. Все композиты греются. Вот, если астерия уже почти заканчивается, можно ее, кстати, ну, вот это вот, то, факт, что она схватывается, его маленько пролечить, и еще какое-то время ее успешно пользоваться. Если взять печку Энахид от Акропани Мичериум, у нее есть два температурных режима, первый 40 градусов, второй 60 градусов. То есть, я кладу в печку на 60 градусов, на второй температурный режим ставлю, более-менее долго там держу шприц, и потом беру, в принципе, консистенция нормальная, когда он горячий. Потом она опять в течение нескольких, там, пары десятков секунд, она приобретает, ну, начинает обратно застывать, больше твердость, но какое-то время с ней можно работать. Филтек греть почти бесполезно, но вот Гармонайз довольно плотный, я его грею, становится лучше. Если композит сам исходно слишком мягкий и такой вот растекающийся, липкий, ну, пожалуй, с этим ничего не сделать. Надо просто вот бороться, как-то это дело, там, маневрировать инструментом, использовать моделировочную смолу. ну, в достаточном объеме, без избытков. Ну, и, конечно, вообще, ну, видеть все равно, тем не менее, возникающие поры, даже с хорошей консистенцией, они могут возникать, убирать их, пока композит мягкий, там, как-то это дело, ну, либо убрать полностью, потом наложить отдельным слоем, отдельные порции, вот, в то место, где убрали еще композит, либо продырявить эту пору, как-то ее убрать, там, загладить, перемоделировать, ну, то есть, это такой кропотливый процесс, требующий увеличения, кстати. Хорошо. Было, кстати, очень много вопросов еще в начале эфира по поводу нагревания композитов, но вот вы, в принципе, на них и ответили. Вопрос, касательно резорцин формалиновых зубов, можно ли к нему приклеиться? Имеется в виду, наверное, прямая реставрация. Ну, можно, понимая, что на Дентине у вас адгезии будет очень мало, сцепление будет очень слабое. Исключительно поверхностное соединение будет цепляться за коллагеновый слой, тегов не будет вообще, да и коллагеновых структур, обнаженных, цельных, сохранивших целостность тоже будет немного, поэтому, ну, я говорю, песок улучшит адгезию ко всему, к чему угодно. песок поможет, травить его долго не надо, как и любой Дентин. Ну, и все. Ну, он по-любому, то есть, сцепление по-любому там будет низкое. Есть, хорошо. Скажите, пожалуйста, статический, статическое и динамическое отравление, какое из них? Клеятся композиты в микроволновке. Ништяк. Не, ребят, я не пробовал, хотя, может быть, это революционная какая-то штука, проверьте, так, я даже не знаю, как он себя вести будет. Извините, все окей. Так, 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 Статическое и динамическое отравление, какое из них лучше? Динамическое. Динамическое, окей. Сколько по времени вы травите эмаль и Дентин? Эмаль секунд 15, Дентин около 5 секунд. Хорошо. Вопрос следующий. Как вы относитесь к ионозиту? Кто это? Это что это такое? Это, по-моему, эти прокладки изолирующие. Не слышал. А, а, под композицией? Да, видимо, да. Наверное, да. Ну, к любым прокладкам Вика ионозиту тоже. А, кстати, чего производствовали? Хороший вопрос. Я, честно говоря, не знаю. Какие названия прекрасные вообще? Типа Реставрин, Рабекс. Там что-то с отделом маркетинга случилось. Мне кажется, у них там непрекращающееся короткое забухание. Короткое замыкание. Ко всем прокладкам отношусь отрицательно. И они не нужны просто. При любой кондиционерации. Ну, если у нас прямое покрытие, но это отдельный вопрос. Там не нужно. Виктор, доктор Гадаев жалуется, что на лампе у него несколько режимов работы. И вот он спрашивает вашего совета. Какой режим выбрать и вообще как долго полимеризовать композит? Это зависит от порции и от того, к чему вы клеитесь. У нас есть такое с моими ассистентами такое вот правило жесткое. Когда мы клеимся к любым тканям зуба, к любым поверхностям, и если это первая порция, это композиту справедливо, это справедливо к дентину, это более чем справедливо в наивысшей степени к склерозированному дентину любому на дне полости кленовидный дефект это класс, к любому склерозированному дентину. Это софт-старт. Это плавное наращивание мощности лампы и иногда даже, если я прям не уверен в качестве субстрата, в качестве ткани зуба, мы делаем такой очень софт-старт. То есть еще включаем софт-старт на лампе и на определенной дистанции сантиметров пять от поверхности лампу аксирует и постепенно еще приближается, чтобы совсем плавное наращивание мощности было. Это приведет к увеличению продолжительности гелевой стадии полимеризации, то есть в той стадии, в течение которой с точки зрения агрегатного состояния композит сохраняет еще свойства нетвердого тела. А если он сохраняет свойства нетвердого тела, у него могут быть внутри перераспределения массы и при плавно возникающей распределяющейся полимеризации усадочная деформация она за счет этих перераспределений может компенсироваться. Поэтому только софт-стартер, чтобы минимизировать стресс. Если композит композит, то там прям хоть турбо режим с полной мощностью можете бахать. Вот два правила. Сколько по продолжительности? Наверное среднего размера порцию мы светим секунд 10. Если это порция клеится к тканям зуба, то это плавный старт, приближение, дошли до упора и еще секунд 5-7 может быть в упор. Если это какие-то внешние слои, 20 секунд может быть. Окей, хорошо. Виктор, вопрос интересный. Если мы делали преэндодонтическое восстановление, то есть преэндобилдап, и прошло достаточно времени, будет ли адгезия к этому композиту на этапе реставрации? То есть, я так понимаю, сделали преэндодонтическое восстановление, провели эндодонтию, закрыли временные пломбы, и через какое-то время пациент загулял и вернулся на реставрацию. Вопрос, будет ли адгезия к этому композиту уже на этапе реставрации? Если вы правильно проведете адгезийный протокол, который требует композит, то, конечно, будет. То есть, это должен быть песок, обработка спиртом с механическим воздействием, чтобы убрать смазанный слой, силан, силан и смола. И все будет хорошо. Хорошо. Проводите эфиры почаще, очень интересно. Я думаю, как минимум, нужно будет поставить Виктору лайк после эфира. Хорошо. Так, это, видимо, комментарий мне. Вопрос, о преимуществах композита перед керамикой. целенаправленно пропускаете. Ребята, я сказал, что если вы писали вначале, не обижайтесь, не зачитаю. Видимо, вопрос был о преимуществах композита перед керамикой. О, ну, целая куча. Как и недостатков. Ну, видите, композит в умелом использовании, при умелом с ним обращении, он будет очень хорошо выглядеть и очень долго служить. При этом керамика, сделанная посредственно, будет откалываться как осенние лепестки. Будет нарушать окклюзию, будет провоцировать стирание антагонистов, будет провоцировать чувствительность у самого зуба, на котором она стоит и так далее. То есть, и у той, и у другой, если делать это плохо, будет много проблем. И то, и другое, если это сделать хорошо, будет работать четко. Дальше вопросы возникают относительно предпочтений пациентов. У меня много пациентов, которым можно было бы, конечно, сделать лечение с помощью керамики, эстетической работы, но они хотят композит. Они пришли ко мне за композитами, я знаю, что я его могу сделать. Почему бы не сделать? Я не думаю, что кто-то из здесь сидящих, если бы к нему пришел пациент, сказал, вот возьмите кучу денег, я хочу сделать у вас работу, сказал, не-не-не, чувак, тебе надо идти куда-то далеко. Нет, если там есть конкретные противопоказания, то, конечно. Но таких противопоказаний мало, потому что и композит, и керамика могут, в общем-то, работать в очень смежных областях. Многие ортопеды, у меня достаточно серьезные реферативные взаимоотношения, реферативный обмен пациентами с целым рядом самых серьезных ортопедов, которые работают только в непрямых методиках. И они периодически отправляют пациентов мне в тех случаях, когда пациент не предполагает какое-либо препарирование. Прелесть прямой реставрации и изящество в том, что мы можем, если это возможно, вообще без препаровки сделать. А возможно, это все-таки в большей части случаев, чем при использовании керамики. Если, например, у пациента сложная окклюзионная ситуация, есть декомпенсация, его нужно аккуратно восстановить, морфологически точно, но при этом керамику использовать побаиваются. Делаем композит в этих случаях. Он служит прекрасно. Опять же, если он сделан нормально, с точки зрения формы, с точки зрения подготовки под него, с точки зрения порн и всего остального, с композитом работать сложнее, потому что этот этап фактически технической работы, которую ортопед делегирует отдельному человеку. В случае ортопедии эстетика воплощается вообще отдельным человеком. В случае прямой реставрации это должно быть одной из главных компетенций оператора. То есть, он должен выполнить и врачебную часть труда, чисто медицинскую, клиническую, и художественную, то есть, создать эстетику, выложить все слои и все это дело нормально отшлифовать и сделать это нормальной формой. Приобрести эти компетенции ну, не маленький труд. Поэтому, не все к этому готовы, не всем это хочется делать, не всем это интересно. Поэтому мы видим такое количество посредственностей в случае композита. Если бы ортопеды сами делали керамику, поверьте, это были бы самые уродливые реставрации на свете. Они делегируют это техникам. И то не всегда бывает хорошо. Я думаю, со мной согласятся ортопеды, те, кто нас смотрит, что не всегда и не о всяком технике, они и вообще ортопеды так вот в быту в нашем профессиональном отзываются хорошо. Типа, какой молодец! Обычно вот этого не бывает. Обычно бывает какая-то рубль. Это сложно вот эту связку найти. В случае прямого реставратора, если по-настоящему профессионально, можно решить вопросы эффективнее, быстрее. И сложные пациенты тоже один из поводов для других специалистов реферативно направить ко мне. Бывало такое, знаете, сколько? Например, приходит пациент, у него там один или два скажем зуба среди всех остальных благополучных нормальных фронтальных зубов они обладают каким-то дискалоритом эндогенным. Постэндодонтическим или там еще каким-нибудь. Ну, то есть, особенно если это постэндодонтический дискалорит, хорошая такая, уже пришедшая в негодность восстановленная часть, дискалориты я вообще стараюсь не брать на реализацию. Я понимаю, что композит, находясь в контакте с тканями зуба измененной в цвете, находящимися под воздействием вещества, которые приводят дискалориты, тоже может импрегнироваться, учитывая его двухклазную структуру, этим же самым веществом. Особенно речь идет о посттравматических дискалоритах, которые возникают из-за импрегнации продуктов распада гемоглобина. Они очень въедливые, и они выделяются долгое время фоново, как радиация. Я понимаю, что композит в этом случае не сможет обеспечить долгосрочный прогноз стабильный. Я отправляю пациентов к ортопеду. Они приходят прилично ко мне и говорят, к товарищам, владеющим непрямыми и использующим непрямые методики. И смотрю, через недельку, через две, пациент записан вновь ко мне. Я говорю, что произошло? Они говорят, ты представляешь, один зуб сделать, писать его весь это. Она не хочет делать другие, она не хочет делать тотал. Даже четыре резца. Это все равно будет, то есть путь создания, успешной реставрации будет вымощен многократными коррекциями. Но сделать их на керамике, дистанционно общаясь и взаимодействуя зуботехнической лаборатории, сложнее в 150 раз. А я могу делать эти коррекции онлайн просто тут же. Снял поток, а, не то, раз, опять отделал, переделал, снял, ага, и вот, ну, мне эти коррекции тоже будут нужны, но я их быстрее смогу сделать, эффективнее работа получится. И если это еще сочетается с тем, что пациент, ну, сложный, как-то, психологически, то прямая реставрация. И много, много, много таких вещей. Никогда не понимал почему-то, почему-то наивного мышления наших многих коллег и оперирования при принятии клинических решений, выборе методик клинических, только таким понятием, как медицинское показание. Голое медицинское показание это ободранный скелет. А пациенту не только ходячее показание, это целый комплекс и величин, обстоятельств, интересов, предвзятостей, настроений, финансовых ограничений и особенностей временных и всего прочего. И вот эти все косвенные обстоятельства, они часто имеют даже большее значение, чем клинические характеристики случая. И надо выбирать решение достаточно гибко, имея в распоряжении широкий ассортимент средств, в том числе и прямую реставрацию. Хорошо. Так, тут снова вопрос про ионозит. Ну, я думаю, Виктор уже ответил, да. Да, ну, если это прокладка, то, наверное, не умеет. Спрашивают, астерия или гармонайз? Гармонайзом астерию знаю достаточно хорошо. Сильно несовершенный материал, но среди всех тех материалов, с которыми я работал, дольше всего держит блеск и дольше всех, ну, с точки зрения последующей абразивной активности воздействия на ту позицию, сохраняет целостность своей структуры. Горяковые два с половиной три года, которые я сейчас могу наблюдать у своих пациентов тех, что я сделал на астерии, демонстрирует достаточно хорошее, иногда прям полное сохранение всех микрорельефных структур, которые я вырезал на этапе финишной отделки с фронтами зубами. Ни один композит мне не давал такого. Он сильно уходил. Где-то сильнее, где-то слабее, но все равно уходил заметно. Рельеф именно самые мельчайшие его нюансы. Астерия сохраняет большую часть кейсов. По твердости и по уровню блеска, по резистентности, толерантности к налету это прям, ну, на мой взгляд, лучше, чем у нас на рынке есть. Но супер сильно несовершенно и оптической. Она оптическая вообще какая-то странная. Ну, просто странная. Ей невозможно работать сольно. То есть, она заведомо, учитывая ее палитру оптических характеристик, предполагает использовать сочетанно с другими композитными системами. Что касается гармонайза, пробовал пока только один оттенок Translucent Склир. Это такой опал, прозрачка хорошая. Он мне понравился. В целом, приятно. Композит, не знаю, все ли другие оттенки имеют такие же характеристики мануальные и такую же способность, ну, такие же характеристики в плане блеска, его достижения и его сохранности в будущем. Но вот Translucent Склир понравился. Хотя по уровню блестячности ну, не сильно лучше, даже, наверное, так же, как, скажем, церамбус вертает. Виктор, раз вы затронули тему материала, здесь сейчас спрашивают, к сожалению, упустило имя доктора об омнихроме. Омнихром это чей, это оттенок же какой-то, или это прямо название? Ваше мнение об омнихроме. Вот, нашел вопрос. Ни оттенка, ни композита такого не использовал. Я не знаю, чем именно это является. Так, про микроволновку мы уже зачитывали. Хорошо. Дорогие друзья, к сожалению, мы ограничены временными рамками Инстаграма, поэтому я хочу еще раз сказать огромнейшее спасибо Виктору. Во-первых, Виктор в отпуске, любому нормальному человеку не до прямых эфиров, поэтому еще раз огромное вам спасибо, что согласились, что уделили время для нас. Я хочу еще от себя отдельно поблагодарить двух ребят-рестораторов Андрея Литвина и Михаила Дудниченко, которые мне сделали небольшой ликбез к нашему эфиру, потому что я человек далекий от реставрации. А не рестораторы или реставраторы? А я сказал рестораторы, я договорился реставраторы. Да, по поводу сохранения эфира, эфир будет сохранен у меня на странице, эфир будет выложен у Виктора на странице, поэтому со всех слушающих как минимум лайк, репост, чтобы может Виктор когда-то снова согласиться с нами поработать, чтобы у нас были новые интересные гости. Виктор, еще раз вам спасибо огромное, хорошего отдыха. Спасибо большое, мне тоже было приятно, ребят, спасибо, что нас смотрели, смотреть потом записи, ну а новые эфиры, я думаю, будут, почему бы им не быть, это дело полезное. Супер, еще раз спасибо огромное, хорошего отдыха оставшегося и всех благ. Спасибо, счастливо, Николай, до свидания все коллеги, кто нас смотрели. Спасибо.